Добрый вечер, уважаемые журналисты! Закончился очередной матч чемпионата континентальной хоккейной лиги чемпионата России по хоккею, в котором московский «Спартак» принимал «Витязь» из Московской области и одержал победу в овертайме со счетом 3-2. По традиции первое слово предоставляем главному тренеру гостей, пожалуйста, Юрий Владимирович. Ну, я хотел поздравить команду «Спартак» с победой! Спасибо! Что касается нашей команды, в общем-то, в конце, конечно, удалений много, но я думаю, что все это идет немножко отыскалось, потому что удача четвертая игра, и у нас по занятиям надо заканчивать. Благодарим ребятам, что они били до конца, в общем-то, вырвали очко по такой игре. Спасибо всем за работу. Вот эти деньги. Слово предоставляется главному тренеру «Спартака». Пожалуйста, Юрий Владимирович. Ну, я скажу так, что мыслей много, слов мало, очко отдали. Всё. Спасибо. Пожалуйста, ваши вопросы. Пожалуйста, Юрий Владимирович. По такой игре заработали очко или потеряли? Я же сказал, только заработал. А. Мы потеряли? Да. Ну, два периода выигрывали. Вы лучше скажите от себя, что «Витязь» был лучше. Вы наведите прям свои мысли? Нет, почему? Ну, как ещё? Нет, я задаю вопрос. Почему? Я свои мысли в данном случае не высказываю. А кто сказал, что были лучше? Вы говорите, что лучше? Нет, я не говорю. Вы говорите, что «Витязь» был лучше. Я не говорю, что «Витязь». Да, искали лучше сочетание. Да, искали лучше сочетание. Потому что первый период, на самом деле, «Витязь» хорошо начинали в первом периоде. Играли без инициативы. Всё касаемо со второго периода, всё в общем-то ложится, так скажем, в норме. Спасибо. Ничего. Вопросы? Пожалуйста, Дмитрий. Александр Владимирович, что с «Ванделем», по-моему, под конец он прислал ходить на рот. И второй вопрос. Оцените игру Николая Жердева, потому что… Не хочу я про Николая Жердева больше. Вопросы? Достаточно. Достаточно. Вы корреспонденты, вы общаетесь. Я вас пускаю в раздевалку после пяти минут, как заканчивается матч. Достаточно времени, чтобы задать вопрос игроку. Достаточно спекулировать. Каждая пресс-конференция после матча заканчивается одним и тем же вопросом. Почему Жердев? Почему не Иванов, Петров, Сидоров? Сколько можно? Одно и то же. Нет больше никаких вопросов? Вандел. Вот Вандел конкретно. Значит, завтра будет МРТ, и будет завтра понятно, что с ним. Он в начале периода не смог продолжать матч. Спасибо. Одно и то же. Каждую его игру. Только как придем… Жердев, Жердев. Что Жердев? Вам дается время, задайте ему вопрос. Так он не отвечает? Не отвечает, но… Я что, каждый день или через день это, понимаете, это может надоесть любому человеку нормальному. Один и тот же вопрос. Я работаю, второй месяц пошел, я только слышу это, Жердев. У вас есть какие-то предложения? У меня? Нет, может быть. Нет, у меня просто… Что вы хотите услышать? Игровое время увеличилось значительно. Но вот я и хотел… Он заслужил такое количество игрового времени. Всего лишь, к вашему взгляду. Все. У меня нет. Вот все. Спасибо, до свидания. До свидания.